19 марта 2011 года произошло событие, которое астрономы назвали Суперлуни. Луна подошла к Земле на максимально близкое расстояние. За несколько дней до этого мир потрясла чудовищная катастрофа на АЭС Фукусима. Исследователи сделали сенсационное заявление. Любая природная или техногенная катастрофа на Земле является результатом влияния Луны. Ведь предыдущие сближения Луны с нашей планетой тоже были связаны с разрушительными трагедиями. Во время празднования католического Рождества в 1974 году циклон Трейси опустошил австралийский город Дарвин. На небе в этот момент висела огромная Луна. Самое крупное стихийное бедствие случилось в 2005 году во время очередного сближения Луны с Землей. Тогда произошло чудовищное землетрясение в Пакистане. Индонезию накрыло гигантское цунами. Погибло более 250 тысяч человек. Несмотря на то, что Луна является нашим ближайшим космическим соседом, она до сих пор не изучена. Всегда повернутая к нам одной стороной, Луна тщательно охраняет свои тайны. В мире много тайны. Одна из них будет раскрыта сегодня. Эту стенограмму скрывали 50 лет. О чем сообщил на Землю первый ступивший на Луну астронавт Нил Армстронг. Какого черта там у вас происходит? Здесь другие космические корабли. Они стоят ровной линией. Впервые на телевидении. Эксклюзивное интервью египтолога, руководившего секретной высадкой американских астронавтов на Луне. Светящийся объект как будто преследовал астронавтов. Почему на всех лунных картах, опубликованных в прессе, закрыт один и тот же участок поверхности? Что скрывают власти? В Луне происходит что-то. И существует какая-то активность. Как НЛО связаны с Луной? И что именно видели жители Подмосковья в августе 2012 года? Сюда опустился аппарат, похожий на это здание. Феномен биоробота. Сенсационное объяснение учеными истинной природы лунатизма. Мне там бабушка, например, говорит, ой, ты опять во сне ходила. И кто на самом деле управляет Луной? Там расположены основные коммуникации, базы, мощность. ТАЙНЫ МИРА ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУЮ Здравствуйте! С вами Анна Чапман. Мы расследуем самые странные и загадочные явления, происходящие в современном мире. В 1961 году состоялся полет Юрия Гагарина. Спустя несколько лет американцы заявили о высадке астронавтов на Луне. Началось тотальное освоение космоса. Еще немного, и люди смогут достичь других планет. Так почему же американская лунная программа была внезапно свернута? В 1962 году ведущий специалист НАСА Гордон Макдональд помещает отчет в издание «Астронавтика». Вот что там сказано. Согласно анализу движения Луны, представляется, что она является полой. Ее внутренняя часть является менее плотной, чем наружные слои. В самом деле представляется, что Луна скорее полая, чем однородная сфера. Даже школьного курса астрономии достаточно для того, чтобы знать, никакое небесное тело не может быть полым. Только искусственно созданное. Луна, скорее всего, это искусственный спутник. Никаким образом он не мог произойти из нашей планеты Земля. Я лично в это не верю. В Колесе это искусственный спутник. Одним из центральных вопросов во время встречи руководителя Советского Союза Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди был вопрос о дальнейшем исследовании космоса. В тот момент советская космическая программа намного опережала американскую. Дальше начинается череда необъяснимых совпадений. 22 ноября 1963 года в Далласе убивают Джона Кеннеди. 22 ноября 1963 года в Советском Союзе в результате заговора от власти отстраняют Хрущева. Позже при загадочных обстоятельствах погибает Юрий Гагарин. Поразительно. Но человек, сумевший облететь Землю, разбивается на обычном самолете. Из-за леса вылетел огненный шар. Начал потихоньку двигаться. И в это время пролетал самолет рядом. Вот одни говорят, что вроде бы прям было касание самолета с огненным шаром, а другие говорят, нет, касания не было, но было резкое сближение. Существует предположение, что вылетев на орбиту, Гагарин каким-то образом вступил в контакт с представителями иной цивилизации, базировавшимися на Луне. Именно его доклад и подтолкнул лидеров СССР и США к мысли о совместной лунной программе. Но этот же доклад стал причиной гибели первого космонавта и смены руководства Советского Союза и Америки. После конца 60-х годов, да, мы знаем все, что Советский Союз проиграл американцам гонки на Луну. Сейчас многие подвергают сомнению высадку американских астронавтов на Луну. Считается, что это профанация, которую США устроили в период Холодной войны специально для Советского Союза. Автором знаменитых кадров лунной кинохроники называют Стэнли Кубрика, режиссера знаменитого фильма «Космическая Одиссея-2001». Однако Владимир Шамшук убежден, американцы не просто были на Луне. Они обнаружили там высокоразвитую цивилизацию, намного превосходящую по уровню человеческую. Американские астронавты увидели параллельно с ними, что сел тоже корабль космический. И более того, они наблюдали там не просто корабль, но и людей. И это же Айнштон воскликнул, боже мой, да там же люди. Вот. И причем он открытым текстом это сказал. Знаменитый летчик-испытатель Марина Попович тоже не исключает такой возможности. Согласно ее исследованиям, Луна ни разу не попадала под воздействие массированного солнечного излучения. Того самого, которое сжигает защитный слой Земли. Словно Луной кто-то управляет. Может быть, кто-то управляет Луной. Может быть, какие-то устройства там есть. Воно пустотело, что внутри Луны ничего нет. Зря наши не слетали все-таки на Луне. Кого же видели американские астронавты на Луне? Почему они переходили на резервные частоты? Обратная сторона Луны как раз представляет больший интерес с точки зрения нахождения артефактов искусственного происхождения. Представители внеземной цивилизации, они действуют как бы на обратной стороне Луны. Ну, находится там диспетчерский, командный пункт, еще что-то. Там расположены основные коммуникации, базы, мощности. Исследователи уверены, что американцы сами запустили слух о том, что они не были на Луне. Это было сделано для того, чтобы избежать лишних вопросов о том, куда делись все записи. Километры пленки со сверхценным материалом, отснятым на Луне, неожиданно исчезли из архивов НАСА. Этого не может быть, потому что любой человек, который знает, как осуществляется режим хранения, понимает, что просто так они не могли исчезнуть. Потому что каждая единица хранения имеет свой инвентарный номер, там выдача происходит по разрешению и тому подобное, не могут. Значит, они просто это скрыли. Герой России космонавт Федор Юрчихин считает, что никаких скрытых тайн на Луне нет. Прекращение полетов на Луну он объясняет чисто практически. Доказали, что человек может там быть, и пока это единственное небесное тело, не Земля, на которой бы выступала нога человека. А дальше что? Что дальше делать человеку там? Исследователи расходятся во мнениях, что же именно было обнаружено на Луне и было ли обнаружено на самом деле? Естественно, то есть там инопланетяне, они ее давно уже облюбовали и имеют свои базы, особенно на той стороне. И множество аномалий наблюдений Луны свидетельствуют о том, что там жизнь кипит, но не наша жизнь. Собранным первыми астронавтами лунным артефактом посвящены тысячи книг. Однако координатор движения «Космопоиск» Вадим Чернобров относится к таким многочисленным доказательствам с изрядной долей скепсиса. Представьте себе ситуацию, когда кого-то, археолога, посылают на 6 часов методом тыка на планету и говорят, ну а теперь попробуй найди. Но, тем не менее, на таком достаточно безрадостном ландшафте они встречали, например, стеклянные пирамидки оранжевого цвета. А происхождение этих пирамидок есть до сих пор достаточно жесткие споры. Доктор экономических наук Владимир Васильев выдвинул сенсационную теорию. Он убежден, место для посадки Аполлона-11 выбирали долго и тщательно. Астронавты вели корабль туда, где и находились лунные артефакты. А выбрал точку ведущий специалист по египетской мифологии. В настоящее время Фарук Эльбаз возглавляет в Бостонском университете Центр дистанционного космического зондирования. Надо вам сказать, что, значит, кто такой Фарук Эльбаз? Фарук Эльбаз это человек, который играл чуть ли не решающую роль в заключительной части программы, именно лунной части программы Аполлон. Поразительно, но корабль направлял человек, который даже не был американским гражданином. Зато был тесно связан с древнеегипетскими эзотерическими культами. Смотрите сразу после рекламы. Эксклюзивное интервью египтолога, помогавшего американцам посадить на Луне первый космический шаттл. Светящийся объект как будто преследовал астронавтов. Почему в древних летописях о Луне нет ни единого упоминания? Сюда пригнали новую Луну. И что напугало Нила Армстронга на поверхности Луны? Какого черта там у вас происходит? Здесь другие космические корабли. Они стоят ровной линией. Тайные знания древних оживают на наших глазах. Египтянин Фарух Эльбас практически неизвестен широкой публике. Еще менее понятна та роль, которую он сыграл в американской лунной программе. Сегодня мы раскроем эту тайну. Геолог Фарух Эльбас родился в Египте в 1938 году. Поразительно, но именно этот человек стал главным специалистом по определению места посадки на Луну. В период Холодной войны привлечение 30-летнего человека, гражданина другой страны к засекреченной военной программе кажется нонсенсом. Сенсация! Специально для программы Тайны мира Фарух Эльбас впервые расскажет о своей секретной миссии. За два года до запуска Аполлон-11 мне поступило предложение работать с НАСА. Это был 1967 год. У нас было два года, чтобы подготовить Аполлон к запуску. И моей работой было определение мест посадки на Луне. Нужно было, чтобы поверхность была ровной и удобной для прилунения корабля. Американская лунная программа состояла из двух компонентов. Первый общеизвестен. Первыми высадиться на Луну и обогнать Советский Союз. А второй части основной знали только посвященные. Мы знали, что контролируя космическое пространство, мы сможем контролировать весь мир. Истинной целью лунной программы было установление контакта с представителями внеземной цивилизации. Но ведь Луна большая и никто в НАСА не знал, где именно искать этих представителей. Таким человеком и стал Фарух Эльбас. Мы рассматривали версию, что Земля, вращаясь вокруг Солнца, где-то в космосе, зацепила за собой Луну. Мы знали, что между Луной и Землей будто существуют какие-то отношения. Фарух Эльбас поражал своими знаниями американских астронавтов. Находясь на Земле, египтянин настолько подробно описал им местность, где будет совершаться прелунение, что по признанию командира Аполлона-11 они могли туда садиться с закрытыми глазами. Я стал передавать свои знания астронавтам. Я их убедил, что Луну можно исследовать не только с точки зрения науки. В итоге астронавты до прилета на Луну в деталях представляли ее поверхность. Есть высказывания командира Аполлона. После того, как я прошел инструктаж Фарука Эльбаса, мне показалось, когда он уже садился, что я тут уже был. В центре официальной эмблемы лунной программы НАСА изображено созвездие Ориона, а не ближайшее к Земле Альфа-Центавра. Странно, но в египетской мифологии именно Орион являлся центром мира богов. Мало того, древние ориентировались именно на пояс Ориона, определяя место для строительства пирамид. Аполлон должен был приземлиться в особенном месте. Такое место с помощью компьютеров просчитать нельзя. И если вы посмотрите на Луну с Земли, вы увидите такие темные пятна, как будто глаза, нос, губы. Но это не просто скалы. Это что-то похожее на пирамиды. Определяя место прелунения космического корабля, Фарух Эль-Бас спроецировал его относительно двух основных координат пояса Ориона и Сириуса. Корабль сел в ту точку, в которой на Земле относительно этих координат находятся пирамиды гизы. Они хотели найти ту точку, где действительно представители внеземного разума могли себя проявить. И вот здесь прямая аналогия с египетскими пирамидами, с египетскими преданиями, с египетской мифологией, которую Эль-Фарук хорошо знал и владел. сегодня Фарух Эль-Бас открыто заявляет о том, что не все найденные на Луне артефакты стали достоянием общественности. Большинство из них продолжает оставаться засекреченными. Астронавты увидели что-то непонятное и необычное рядом с кораблем. Оно было вытянутое примерно 12 футов в длину. Светящийся объект как будто преследовал астронавтов. В момент приумнения он исчез. Это так и осталось для нас тайной. Ученые давно согласились с тем, что египетские пирамиды не просто величественные захоронения фараонов. Пирамиды представляли собой сконцентрированное мироздание. Внутри пирамиды помещалось все, что существовало на земле. От технических новинок до домашних животных. Не случайно некоторые исследователи считают пирамиды космическими кораблями. Земля без Луны. Возможно ли такое? Современному человеку в это трудно поверить. Но древние рукописи прямо утверждают, когда-то люди жили под безлунным небом. Античные ученые Демокрит и Анаксагор упоминали времена, когда небо было безлунным. Подобные описания пустого небесного свода встречаются у индейцев Чипча в Колумбии, в Тибете, у шаманов Сибири. Раньше матушка наша Земля не находилась в нашей Солнечной системе. Значит, ее нужно было, когда ее пригнали к Солнышку как-то обустроить. И вот сюда пригнали новую Луну. Луну требовалось разумно разместить, чтобы она полностью закрывала диск Солнца. Почему Луна постоянно повернута к нам одной стороной? Что находится на другой стороне? В Луне происходит что-то. Существует какая-то активность. Там что-то взлетает, садится. Там есть структуры, которые наводят на мысль о том, что они искусственно созданы. И обратной стороны Луны там видно два огромных кратера, которые наводят на мысль о том, что это гигантские дюзы ракетных двигателей, с помощью которых Луна была подтянута. В конце 70-х советский астрофизик Иосиф Шкловский предположил, что Луна вполне может оказаться безжизненным кораблем чужой цивилизации. Безжизненным ли? Не так давно в прессу попалась стенограмма переговоров Нила Армстронга с Землей. Источники сообщают, что она полвека хранилась в архивах ЦРУ. Диалог астронавтов и Центр управления полетами стал настоящей сенсацией. КОНЕЦ 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 Практически сразу после своего триумфального полета Нил Армстронг сознательно ушел в тень. Он переселился в провинциальный штат и больше никогда не имел дел с космосом. После своего полета он практически ушел из отряда и стал преподавать в университете небольшого городка, где он жил. Но старался уходить от встречи. Вот это были первые такие триумфальные его встречи после самого полета и приезд в Советский Союз. Может быть, на протяжении многих тысячелетий в непосредственной близости от Земли действительно находится гигантский космический корабль. Еще Шерлок Холмс утверждал, что нужную вещь лучше всего спрятать у всех на виду. Известно, что Артур Конан Дойл всерьез увлекался эзотерикой и в первую очередь древнеегипетскими тайными знаниями. Не дал ли он своим читателям подсказку, что искать нужно прямо у себя под носом? Что скрывает темная сторона Луны? Наукой доказано, связь человека с Луной существует. В средние века лунатиков обвиняли в колдовстве и отправляли на костер. Сейчас это кажется дикостью. Мы считаем, что достигли высот наук, вылетели в космос, научились лечить болезни. Но ученые до сих пор не в состоянии внятно объяснить, что такое лунатизм. О том, что она лунатик, Александра Савина узнала в детстве от бабушки. Долгое время ни она сама, ни ее родители не придавали серьезного значения Сашиной привычки ходить во сне. Я помню, что мне там бабушка говорит, ты опять во сне ходила. Я говорю, что поделаешь. Родственники не пугаются. Родственники знают, что это у меня всегда было. У меня бабушка даже называет это блукать. Каждое ночное путешествие происходило по-разному. Иногда Саша куда-то шла. Могла внезапно начать ходить по кругу или начать перебирать вещи. Или просто садилась и начинала разговаривать. Сама Саша не помнит, что она произносила во сне. А старшую сестру Дашу такие разговоры часто пугали. В общем, если не бессвязная речь, либо что-то совершенно такое фантастическое, что она сообщала, то и не понять, что человек спит. Бамбл, шмамбл, гамбл, что-то такое спрашиваешь, что ты хотел сказать, да, и все. Хорошо, все. то есть, явно человек находится в каком-то внутреннем диалоге с кем-то. Родные понимали, что с Сашей явно что-то не в порядке. С возрастом прогулки во сне становились все более опасными. И однажды в полнолуние Саша вышла на открытый балкон. Родители едва успели спасти дочь от неминуемой гибели. Девушка бормотала бессвязные слова и тянула руки к Луне. Я не знаю, мне кажется, что родители с кем-то консультировались. Я не уверена, какого был результат консультирования. Может быть, сказать, что это особенность сна у человека. Ученые утверждают, 90% людей говорят во сне. И чаще всего это происходит именно в полнолуние. Мало того, синдром лунатизма может проявиться внезапно. Почему вполне нормальные люди вдруг начинают ходить во сне? С научной точки зрения это необъяснимо. Это имеет отношение к патологии человека. Поэтому более пуссиональный термин действительно соммунизм и сновхождение. Почему же тогда на протяжении тысячелетий психическая активность некоторых людей обострялась именно в период полнолуния. Ведь именно с этим фактом связано появление у разных народов легенд об оборотнях и вампирах. это картины известного английского художника Ли Хадвина. Их изучают не только искусствоведы, но и медики. Дело в том, что автор пишет свои полотна во сне. Ли Хадвин говорит, что иногда ему страшно просыпаться, ведь художник не знает, что он увидит утром. Живописец считает, что все началось еще в детстве. В детстве я постоянно смотрел на Луну, на звезды, в космос. Меня всегда будто тянула туда какая-то неведомая сила. Может и есть какая-то связь. Первые свои рисунки он делал на стенах спальни. И однажды утром вместо бессмысленного переплетения точек и линий он обнаружил самые настоящие картины. Я думаю, что вся эта информация, которая приходит во сне, передается от неких существ. НЛО, которые, возможно, как-то влияют на нас. Концентрируясь, мы можем получать от них какие-то знания. То, что я рисую, это шифр. Картины Ли Хадвина можно условно разделить на две части. На некоторых изображены вполне узнаваемые земные предметы, животные и люди. Сюжеты вторых представляются загадочными даже самому художнику. В них есть строгая внутренняя гармония, хотя и абсолютно непонятная человеческому разуму. Я думаю, мы можем получать информацию из иного измерения посредством снов. Я засыпаю в этой комнате, но ум мой не здесь. Доктор наук Владимир Васильев считает, что у феномена Ли Хадвина есть простое объяснение. Творческий человек входит в контакт с иными цивилизациями, которые и диктуют ему зашифрованные послания. Наше сознание, которое мы имеем во сне, это наш канал связи с Луной. Вот это навевание сна в земле, вот функция сновидений, это то, чем и занимаются по этой традиции представители лунной цивилизации. Это хор, который навевает человечеству вот этот сон, сновидения, сны. Исследователи уверены, человечество находится под постоянным наблюдением извне, и механизм этого управления не изучен, ведь никто не понимает, как именно нами манипулируют. мы находимся под неким колпаком, то есть разумного высшего разума, который старается нами управлять, но не напрямую, а через какие-то, как вот объяснил, посреднические там каналы специальные, которых мы не замечаем. Если мы участники какой-то гигантской игры, то мы должны постоянно получать какое-то управляющее воздействие. вот Луна как некий источник информации, ретранслятор, который помогает транслировать нужную информацию в подсознание человека. С тем, что все действия человечества управляются внеземным разумом, согласны многие исследователи, но все они расходятся во мнении относительно того, каким образом осуществляется этот контроль. Некоторые такими посредническими каналами считают египетские или индейские пирамиды. Некоторые обращаются к еще более глубокой древности и указывают на мегалиты и менгиры. Но что, если посредническими каналами являются живые люди, подверженные лунатизму? Смотрите далее. Что именно видели жители подмосковного Дмитрова в августе 2012 года? Сюда опустился аппарат, похожий на это здание. Кто похищает у землян природные ресурсы? И кому на самом деле мешают девственные леса? Через пару сотен лет земля превратится в безжизненную пустыню. Тотальный контроль и лунные базы, в чьих руках находится дистанционный пульт управления землей. Везде ведется контроль. С каждым годом полезные ископаемые земли истощаются. Согласно прогнозам экологов, через пару сотен лет земля превратится в безжизненную пустыню. Только ли человек виновен в этом? Владимир Кушелев ведет нашу съемочную группу к знаменитому Дмитровскому валу. Историки полагают, что это остатки крепостного вала, возведенного в 12 веке по приказу князя Юрия Долгорукова. Однако, согласно исследованиям Владимира Кушелева, Дмитровский вал был насыпан гораздо раньше. Ориентировочно 30 тысяч лет назад. Я стал смотреть, какие там внутри родники и выяснил, что концентрация галлия в этой родниковой воде в тысячу раз больше среднего. А что это значит? Это значит, что в этой зоне добыто около 50 тысяч тонн галлия за два приема. Такое превышение концентрации галлия означает, что на этом самом месте находится месторождение этого металла диаметром не менее 50 километров. Даже при современном развитии техники люди не способны были бы провести добычу в таком объеме. Есть предположение, что сюда опустился аппарат типа летающего экскаватора, который собрал грунт, ну, скажем так, на глубине полметра или метр и насыпал его в виде вала. Причем вот мы стоим на такой вмятине, если посмотреть с воздушного шара, то видно, как будто сюда села летающая тарелка и примяла в радиусе 10 метров вал. Галлий очень дорогой металл. Средняя цена более миллиона долларов за тонну. На его основе создают суперкомпьютеры, промышленные и военные лазеры, материалы для ускорителей заряженных частиц. Второе применение это заливка бронежилетов. То есть у инопланетян у них лучевое оружие композитное. И поэтому если вас начали прижигать этим оружием, а у вас в жилете залит галлий, то пока весь галлий не расплавится, температура выше 30 градусов не поднимется. Ну и соответственно несколько секунд вы будете защищены. За это время можно впрыгнуть в тарелку и улететь. Но драгоценный галлий далеко не единственный объект интереса гостей из космоса. Специалисты выявили странный феномен. Человечество добывает гораздо больше полезных ископаемых, чем способно потребить. У нас на земле только 5% добытого сырья идет на нужное человечество, остальные 95% непонятно куда девается. Так вот в действительности мы работаем на цивилизацию, которая нас эксплуатирует. Мало того, даже объемы браконьерства сильно преувеличены. Специалисты говорят, люди просто не способны за короткое время уничтожить большую часть живой природы. По всей видимости, гости из другого мира сознательно убивают биосферу нашей планеты. Самшитовы, допустим, леса, то есть редких очень пород, прилетают вертолеты непонятно откуда, вырубают лес. Активная выемка полезных ископаемых ведется в самых разных концах планеты. В Крымских горах местные жители часто слышат по ночам странный гул, похожий на работу подземных механизмов. Легенды о гигантском подземном тоннеле, проходящем под Медведь горой, известны здесь каждому. Геннадий Прокудин считает, что в этом районе на дне моря находится ремонтная база инопланетных кораблей. Это не живые существа, это биороботы здесь работают и обслуживают вот эти все. То есть механизмы. Здесь работают биороботы, те, которые руководят ими, они находятся там, они сюда редко прилетают, практически им это и не нужно. По всей видимости, таких баз на Земле немало. И все они работают в автоматическом режиме. Однако не только природные ресурсы привлекают инопланетных гостей. Кроме ископаемых, они использовали нас для генетических всеузгонных экспериментов, а также как источники энзимов. Они же нас и называли питательным грузом, в принципе, так и продолжают называть. Контроль ведется везде. Многие исследователи утверждают, человечество контролируется извне. Однако официальная наука предпочитает к ним не прислушиваться. С помощью этих НЛО те, кто наблюдает за развитием нашей цивилизации, наблюдают, что мы делаем, какие новые виды оружия изобретаем, испытываем, как мы наказываем сами себя, взрываем атомные бомбы в Японии. Везде ведется контроль. Далее в программе. Почему Мерлин Монро и Адольф Гитлер покончили с собой под воздействием Луны? В картах на момент смерти Луна имела колоссальное значение. Что показывают звезды перед глобальными катастрофами? За два дня до полнолуния наблюдался резкий всплеск очень серьезных преступлений. Марионетки в большой игре. Кто определил роль человека во вселенной? То, что мы думаем о том, что мы разумные существа, это очень такое большое заблуждение. Бог Луны тот, изображавшийся с головой Ибиса, посчитался древними египтянами, как создатель наук и календаря. Именно с ним связывали ежегодные разливы Нил. Но кроме этого, тот ввел летописи, в которые записывал даты рождения и смерти людей. Астролог и врач Илья Першин утверждает, склонность к самоубийству заложена в человеке с самого рождения. Более того, эта склонность определена Луной, и ее можно выявить с помощью астрологии. Илья Першин проанализировал гороскопы Адольфа Гитлера и Мерлин Монро и обнаружил, что Луна сыграла в их судьбах важнейшую роль. В картах на момент смерти Луна имела колоссальное значение. Мерлин Монро на момент она умерла от передозы, она смешала барбитуру с алкоголем. Что называется, перебрала. У нее там 8 показателей на смерть. 8. Адольфа Гитлера называют величайшим злодеем в истории человечества. О его жизни, деятельности, вегетарианстве и увлечении эзотерикой известно практически все. изучив его гороскоп, Илья Першин четко заявляет, Адольф Гитлер также испытывал сильнейшее влияние Луны. У Адольфа Гитлера действительно покончил жизнь самоубийством в ночь на 1 мая. У него 13 показателей на самоубийство в эту ночь. И также задействовала Луна. После взрыва на атомной станции Фукусима специальная международная комиссия пришла к выводу. Причиной трагедии является человеческий фактор. Тот же вердикт был вынесен после Чернобыльской трагедии. Каждый раз, когда случается крупная техногенная катастрофа, рано или поздно возникает версия человеческой ошибки. Но если Луна оказывает такое мощное воздействие на людей, не в ней ли стоит искать причину этих трагедий? Было совершенно четко по их данным установлено, что за два дня до полнолуния наблюдался резкий всплеск очень серьезных преступлений. Убийство, насилие и другие вещи. Совершенно четко можно проследить, что большое количество техногенных катастроф, землетрясений, даже природных катаклизмов происходило в очень важный промежуток между затмениями, между солнечным затмением и лунным. Астрологи считают, что Луна является виновницей не только катастроф всемирного масштаба, но и более локальных. Помните обрушение Трансвали? Собственно, непосредственно моменты обрушения. Луна стояла на звездной оси Антарес-Альдебаран. Она была соединена с Антаресом. В этот момент она транслировала, инициировала все возможные готовые и полуготовые катастрофические ситуации в жизни людей. Самым зловещим культом Древней Греции был культ богини Ночи Гекаты. По легенде Геката бродила по земле безлунными ночами в сопровождении стаи красноглазых псов и мертвых духов. Греки верили, что только собаки могли увидеть Гекату, и их вой предварял ее приход. Уже во времена Древней Греции люди настолько свыклись с постоянным присутствием Луны на небе, что даже недолгое ее исчезновение в период Новолуния вызывал у них мистический страх. Не случайно огромное количество самых страшных преступлений, описанных в художественной литературе, совершались именно безлунной ночью. Тем большее воздействие на людей древности оказывало лунное затмение, когда прямо на их глазах Луна становилась черной и исчезала. Что еще бывает во время полнолуния? Во время полнолуния бывает лунное затмение. Уникальная вещь вообще в астрологии. Происходит переброс проводов на небе и некоторые программы прекращают свою работу. Человек в это время не чувствуют мира. Луна зашла в тень Земли и люди не чувствуют то, что им транслируют мир. Ученые установили, что каждый год Луна удаляется от Земли примерно на 4 сантиметра. При этом ее орбита представляет собой медленно раскручивающуюся спираль. Исследователи рассчитали, если расстояние между нашей планетой и ее спутником будет увеличиваться и дальше, то земная ось изменит угол наклона, растают полярные льды и второй потоп смоет все живое. Те, кто управляет Луной, как будто знают об этом и спустя какое-то время спутник снова приближается. Но тогда на Земле происходят разрушительные катастрофы, совершаются чудовищные преступления, а люди сходят с ума. То, что мы думаем о том, что мы разумные существа, это очень такое большое заблуждение. Мы какие-то марионетки в какой-то большой игре. В данный момент мы, может, видим, что с нашей планеты происходит изменение климата и влияет инопланетный разум. Идет терраформация планеты, изменение под другую расу, которая уже вмешивается и пытается колонизировать нашу планету. Однако гравитация Луны, как говорят астрономы, предотвратила множество глобальных катастроф. Своим притяжением наш спутник сбивает с курса многотонные астероиды. Правда, не все. Каким-то образом Луна выбирает именно те космические глыбы, которые направляются к Земле. Кто же управляет этой защитной системой? За 50 лет исследования Луны наука так и не смогла найти убедительный ответ. Так, как же нам относиться к Луне? С одной стороны Луна это гравитационный щит Земли, с другой стороны она может быть угрозой. Одно известно точно, среди нас живут люди, которые понимают язык Луны. Может быть, эти люди последняя надежда человечества? С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть.